Преступники, вы все, вы все преступники, вместе с прокурором, комитетом, работе с преступным сговором. Это не вы решаете, это судья, судья решает, судья. В ходе судебного заседания решает судья, а не вы, понимаете? Это не ваша функция. Потом судья разрешил. Продолжение следует. 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 Почему? Вот недавно, вот недавно Тургас заболели. Кто продавали наркотик? Наркотик продают, вы освобождаете из балансу. А вы в садах не строили, а вы в садах не строили, а вы в садах не строили. Вы в садах не строили, а вы в садах не строили. Почему их не судили? Без того, что в садах не дали. Позор! Сидят тут ни одного хадатайства не изучали. Прокуроры, вот первоклассные, все боятся, вот Крым и Дороги строили наши дети. Все семьей погибли, чтобы наши дети дороги строили в Уральске. Позор! 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 Возьмите вас всех! С Богом, молодежь! Позоритесь сидеть! Просто матью свою позорить! Заверие народу позорить! Законы читать не умеете! На русском языке надо объяснить! Мы же вам показали задатности, указали на эти нормы! Просто без изменений! Нам просто слушать вас неохосто! Освободите нас отсюда! Пошли! Нам ничего не надо разъяснять! Разъясняйте вон! Все равно вместе общайтесь! Садитесь! Объясните по корову КНБ! Нам ничего не надо! Откройте двери! И суд! Там нотариус! Платный нотариус! За деньги КНБ разлаг! Давай давай! Глачь и не глачь! Пока! 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 Поехали! Так! Ребята, всем привет. Сегодня состоялся приговор в апелляционном порядке. В общем, решение суда первой инстанции оставили без изменений. Сами приставы ввели себя не в соответствии закону. Когда закончил суд, хотя судья разрешил видеосъемку, меня как человека, который пришел снимать, чтобы общество увидело, как проходит у нас судебный процесс, и можно сказать, вытолкали из фойе областного суда. Это говорит о многом. Пять предпринимателей, которые занимались ввозом из России битума, битум участвует как материал составной в строительстве дорог. Этих предпринимателей осудили на долгие года, обвинив их в том, что они якобы ввоз с России осуществляли незаконно, хотя все документы в суде были представлены. К сожалению, у нас вот такое правосудие. Год молодежи заканчивается, и пять молодых ребят посадили. Вот это наше правосудие. Вот оно. Что можно сказать? Нет слов.